На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Смена чемпиона. Стали известны два полуфиналиста чемпионата Беларуси по мини-футболу в высшей лиге. Свои полномочия сложила лучшая команда минувшего сезона Лид Сельмаш. Остановила чемпиона и обладателя Кубка страны Гомельская БЧ. Домашнюю победу в Гомеле железнодорожники подкрепили Викторией на выезде. В лиде гомельчане были сильнее соперника 7-5. Теперь команда Дмитрия Камека ожидает соперника по полуфиналу. А вот тут не обошлось без неожиданностей. Столичная охрана «Динамо» дома в серии пенальти обыграла гомельский ВРЗ и сравняла счет в серии. Судьба путевки в следующую стадию решится 22 мая в Гомеле. Столица оформила выход в полуфинал, повторно выиграв у «Дорожника». В противостоянии Витена и Борисова 900 паритет. Аршанцы реабилитировались за домашнее поражение, разобравшись с соперником на его поле 7-1. Решающий матч в этой серии также пройдет в ближайшую среду. Восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги не принес очков командам из нашего региона. Модриская славя на выезде минимально уступила городеи. Единственный гол на 77-й минуте после розыгрыша штрафного забил форвард хозяев Роман Волков. Славя в турнирной таблице сохранила за собой восьмую строку. Гомеле и Торпедо Белас выдали результативный матч на поле центрального. В первом тайме на классный удар со штрафного Жодинца-Мышенко ответил Квашук. Полузащитник зелено-белых также был точен со стандарта. На 56-й минуте Болов вывел хозяев поля вперед. Спустя 20 минут Абрадович сравнял цифры на табло, а на второй добавленный Горбачик принес победу Торпедо Белас. Потерпев пятое поражение к ряду, Гомель опустился на 11-ю строку. Лидирует в чемпионате Брестская Динамо. В первой лиге футбольного чемпионата позади шестой тур. Гомельский локомотив на выезде разошелся миром с Лидой 0-0. Железнодорожники замыкают тройку сильнейших. На четвертой строке располагается Спутник. Речицкая команда на домашнем газоне обыграла Слоним 2-0. Светлогорский химик на 12-м месте. В шестом туре Светлогорская дружина на выезде крупно уступила Бобруйской Белшине 0-4. Сегодня в Гомеле стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по гандболу стремительный мяч. Матчи проходят на паркете дворца игровых видов спорта. За награды спорят юноши и девушки 2006-2007 годов рождения. Команды выставляют все области страны, а также город Минск. Гомельский регион по праву хозяина турнира заявил по две дружины у юноши и девушек. Для попадания в финал юные гонболисты преодолели районные, городские и областные этапы. Так что можно с уверенностью сказать, в рядах команд лучшие спортсмены в дружине юношей Гомельской области представители трех городов. Полевые игроки из Гомеля на самой важной позиции в Ротарской ребята из Жлобина и Рогачева. Кстати, хозяева рассчитывают на высокие места на домашнем турнире. Я прежде всего хочу победить в этом турнире. Очень буду стараться выкладываться на полную. В сборной области они еще никогда не играли. Играли республики. Там команды немножко послабее. А здесь они все объединились. Мы планируем претендовать на призовое место. А там как получится. Планируем первыми из группы. У нас все команды сильные. Будет тяжеловато. До 22 мая будут проходить игры в подгруппах. 23 мая полуфиналы и поединки за места с пятого по восьмое. На следующий день финалы и матчи за бронзу. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова